здравствуйте дорогие друзья сегодня я продолжаю работу над подвеской и сплела вот такие вот небольшие простенькие листочки кому интересно оставайтесь на канале будем плести вот такие листья и соберем таки наконец-то колье вот что у меня получится я вам в конце обязательно покажу а сейчас будем плести листочки такие листочки можно плести разных размеров как вы видите можно их более вот такие большие более маленькие и совсем маленькие сплести то есть плетение одно и то же я вам покажу чем они отличаются вот плела на леске 0,2 миллиметра вот давайте сплетем наверное вот такое среднее средний листочек и так плела я вот это вот на чешском десятом бисере очень красивый кстати цвет часто у меня спрашивают номер вот он 51060 это такой прозрачный радужный зеленый цвет вот давайте приступим для начала так сколько брать лески я вам наверное не скажу но берите сантиметров семьдесят может и меньше в общем это зависит от размера листика набираем для начала 5 штук бисера кстати здесь можно разные цвета бисера использовать тоже то есть такой цветной листочек можно выполнить вот и так 5 штук бисера спустили на другой конец здесь я оставляю сантиметров 15 ну или 10 чтобы потом нет больше оставляйте 15 чтобы потом можно было закончить закончить этот конец так теперь поворачиваемся и проходим вот сюда в третий бисер что-то очень темно мне кажется так повернулись так пока ничего не понятно берем еще один бисер и проходим вот тут на конце у нас последний бисер вот в него и проходим это будет поворотный бисер вот сейчас можно поправить это как бы плетение мозаичное получается у нас вот этот конец еще не закреплен вот так получается смотрите вот что получилось теперь вот у меня рабочий конец нити лески набираем один бисер и проходим мы как же показать вот сюда так как леска непослушно и мне будет очень сложно вам объяснить это все но попробую так теперь набираем еще один бисер и проходим вот в этот совсем закрыла работу да вот что у меня тут получилось такая мозаика ни в коем случае не отрезаем пока хвостик он нам еще нужен и вот наверху дальше уже при при плетении будем всегда набирать четыре бисера раз два три четыре бисера набрали спустили и проходим в первый бисер этого набора вот у нас тут 4 бисера мы только набрали ох уж это леска я вам скажу вот четыре мы набрали теперь проходим в первый сверху вниз идем уже здесь у нас образуется вот такой как бы крестик он видите дальше набираем один бисер идем вниз один и здесь у нас вот так вот торчит бисер вот в него и заходим боюсь вы меня будете ругать но как-то я вот совсем не могу вам показать как же это сделать то в общем когда один бисер вы набрали и спустились вниз нам теперь нужно повернуться и уже поднимаемся наверх один набираем внизу всегда набираем один и вот у нас бисер вот этот торчит в него входим вошли набираем еще один бисер и проходим вот сюда так может быть мне лучше было на нити показать сюда чтобы леска хотя я плела на леске плести да не очень-то удобно вот что пока получается может быть дальше будет лучше понятно так и так наверху всегда набираем 4 бисера вот и проходим в первый бисер этого набора вот только набрали в первые проходим дальше один бисер набираем и проходим вот в этот который торчит других слов найти не могу но это мозаика как бы кирпичиками все должно ложиться вот вот что у нас получается ну давайте еще один ряд будем наращивать один бисер набрали проходим вот сюда еще один набрали проходим наверх ну по принципу мозаики да все должно кирпичиками ложится вот такие как бы зубчики у нас получаются так теперь мы опять набираем 4 я думаю уже хватит наращивать так 4 набрали пойдем вниз и будем мы здесь уже проходим через 1 еще один набираем если мы следующий год на этом месте уже поворачивались то в данном случае мы идем на еще один бисер вниз потому что это у нас как бы уже вершина лис . тоже по принципу мозаики вот сюда не совсем ушла до от вас я очень извиняюсь но так по-другому никак не могу это показать вот здесь как бы мы два раза по одному бисеру набрали все хорошенько нужно натягивать вот что получается теперь мы здесь набираем один бисер и поворачиваемся вот сюда проходим еще один бисер вот сюда и на этом месте начинаем уже спускаться так как это у нас вершина а эта сторона должна идти вниз и здесь наверху на повороте мы всегда набираем два бисера набрали два бисера вот у меня резко проходим вот в этот бисер потом еще один набираем и проходил отсюда вот и на этом месте мы начинаем подниматься наверх так хорошенько натягиваем вот теперь наверху он внизу мы всегда набираем три бисера на повороте это мы только вот в предыдущем повороте набирали один дальше будем три набирать три набрали и сейчас проходим в первый бисер из этих трех вот так вот что у нас тут должно получиться вот такая как бы платформа основа дальше набираем один бисер проходим вот сюда по на один бисер и на этом месте начинаем спускаться на спуске мы набираем сверху два бисера вот вот у меня леска проходил отсюда еще один бисер набираем и проходил отсюда ну и смотрим стороны чтобы у нас равные были по моему еще один раз нужно будет подняться да вот внизу всегда набираем три набрали три и проходим в первый бисер все-таки много я лески набрала по-разному нужно нужно длина лески поэтому зависит от размера листика вот один бисер набрали и здесь у нас куда мы двигаемся так куда 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 что-то я тут совсем запуталась да ну да вот так двигается из-за того что леска здесь у нас должна быть так по моего вот сюда мы идем и здесь верхний поворот там два бисера набираем идем вниз так еще один бисер и вот сюда и пожалуй наверное на этом так это еще не все конечно же вот что у нас получается такая форма листика и что касается так наборов давайте я вам тут нарисовала смотрите какой формы у нас должен быть листик смотрите когда поднимаемся снизу набираем на повороте 1 бисер сверху на повороте набираем 4 бисера когда спускаемся сверху набираем 2 бисера снизу набираем 3 бисера вот так только вот тут первый поворот там набираем один в общем то вот такой формы мы должны сейчас сплести мы его сплели но нам надо еще соединить сейчас я на вот этот кончик который у нас свободны надевая три бисера вот на этот конец можно прямо даже без иголки это сделать набираем туда три бисера раз-два-три вот три бисера надела а с этой стороны где иголка надеваем два бисера и завязываем два конца просто завязываем узелок здесь вот что у нас получается теперь берем тот конец где у нас иголка где у нас иголка вот проходим через ту сторону где три бисера мы набрали прямо через эти три бисера прошли так натягиваем и нам нужно сейчас выйти вот сюда и вот эти бисеринки я соединяю этого можно и не делать но я соединила вот вот вышла я из этого бисера прохожу на обратную сторону бисер у нас там есть вот так еще раз если натянуть они вот так вот ну видно да они вот так вот собираются я еще раз пройду чтобы укрепить и хорошенько натяну вот так серединке вот таким образом я собираю дальше поднимаемся наверх через один бисер вот вот через этот бисер нам нужно теперь пройти сюда и вот эти бисеринки тоже собрать вместе таким образом на самом деле ничего сложного нет единственная сложность это вот леска непослушная вот но я все-таки предлагаю плести на леске потому что нитку здесь может быть видно даже леску видно видеть сюда теперь остается где-то завязать пропетлять и удалить леску листья эти можно сплести разной высоты вот у меня здесь три ребра и 4 это вершина можно плести еще больше наверх и тогда получится листик повыше можно наоборот повернуться раньше и тогда получится листик поменьше то есть вот так вот на подъеме можно регулировать размер то есть можно подольше подниматься а можно наоборот поменьше но вы поняли наверное да сейчас я буду собирать колье попробую это у меня будет подвеска с ландышами вот этими основное у меня будет это вот такая цепочка это тоже плетение эндебиле цепочка это на 4 бисерины это менее закрученный жгут я вот так вот его сплела как его плести я уже показывала ссылку на это видео я оставлю внизу в инфобоксе в описании к видео кому интересно кто не умеет и хочет плести такие жгуты можно посмотреть я вот так вот уже оформила вот такими колпачками ну тут вот это вот около двадцати восьми получилось у меня сантиметров ну это тоже на ваш вкус вот плела я это уже на нити и вот смотрите одно ребро у меня вот так вот золотым бисером я его чередовала через основной бисер но в целях и экономии и мне кажется вот это вот небольшой благородный акцент он очень интересен так ведь сейчас я все соберу и вам уже наверное покажу готовую работу ну вот так я собрала на цепочку взяла просто тонкую цепь вот здесь ее видно да сначала надела мелкие бусины жемчужные вот разных размеров они в таком беспорядочном порядке в общем повесила вот эти листочки тоже на пин я их посадила вот здесь наверное видно но сначала надела крупные потом на уменьшение размеров шла вот и тут соединила просто и у меня получилась такая вот подвеска подвижная можно было конечно попышнее делать вот сейчас примерим на манекен посмотрим как это выглядит ну вот так смотрится очень мило хотя эта подвеска длинная я вот сзади немножко убрала его вообще длина около 60 сантиметров у меня получилось но она длинная и красивая мне кажется короткое будет как-то не очень это все-таки в образная работа такая украшение вот что я могу сказать я осталась довольна очень симпатичное весеннее украшение получилось вот кому такая форма интересно можно плести красивые ландыши можно плести колокольчики кому какой цвет нравится вот так смотрится на светлом фоне тоже хорошо вот такая длинная работа ну все девочки на этом я с вами прощаюсь всех благодарю за просмотры и до следующего видео пока пока